Вот вам ожидания и реальность. Ветром надуло, как говорится, только сейчас. Мне надо это смыть срочно. Это что? Как люкс. Пушка-бомба не получилась. Я буду ругать. Что у тебя за тон на лице? И нам продают вот это? Не, наговаривают люди. Ну, прям так жестко, что ли? Вингардиум левиоса. Зачем просто столько обещать? Вот это шикардосно. Я к тебе вернусь. Поговорим. Друзья, всех рада видеть на своем YouTube-канале. С вами я, Марина Суя. И, по традиции, кофеек или чайок, а может борщик. Да просто будьте как дома. Сладкая булочка на заднем плане тоже присутствует. Дай лапу. Дай, дай. Ой, молодец. Ты решил весь прийти. С нами Боцман. Пошел на подушечку. Леди, сегодня у нас на обзоре последние новинки из Магнит Косметик. И не только. Потому что новинки, например, Вивен Сабо в Магнит подъезжают, ну, очень поздно. Новая коллекция Стеллари. Сама купила, не пиар-рассылка. Я тут все сама купила. Новые тональные от Вивен Сабо. Новые туши с котиками и собачками, зайчиками от Вивен Сабо. Новинки от Инфлюенс Бьюти. Бронзер, который я давно хочу попробовать от Люкс Визаж. И еще новинки от Инфлюенс Бьюти, которые буквально на днях вышли. Я их нашла на Валберис. Кстати, все спойлеры, новинки, сводчи и ваши рекомендации в том числе вы можете найти в моем телеграм-канале. Находим мой телеграм-канал по ссылке в описании, либо в поиске вводите Марина Суя. Сегодня я уложу брови до тонального крема. Попробую такой способ применения на долго срок. А все потому, что мой гель для бровей становится быстро грязным. И из-за этого появляется белый налет на бровях. Узнали ли вы розовый колпачок? Да-да, это новый, но уже популярный гель от Пусси. Я присматривалась, анализировала, читала отзывы, так как зачастую пользовалась гелем старой версии от Пусси. И в целом старой версии мне было достаточно. Но, как говорится, отзывы отзывами пока не проверишь, не поверишь. В моем телеграм-канале вы могли уже слышать отзыв про новый гель Пусси и сравнение с предыдущей версией. Мне также было интересно узнать, какую версию предпочитаете вы, новую либо предыдущую. И большинство выбрали новую. И я с ними полностью согласна. Мы можем оценить бровь до и после. Формула у нового геля держит и укладывает брови и правда сильнее. Для максимального и долговременного эффекта я прохожусь гелем в несколько этапов. И после еще могу дополнительно прижать пальцем, чтобы был максимальный эффект ламинирования. Аромат у геля стал явно лучше. И ограничитель здесь стал уже, чем у первой версии геля. Считаю, что бренд усовершенствовал свой продукт. И вторая розовая версия становится фаворитом многих леди и меня в том числе. Будет также актуально узнать ваше мнение по поводу гели для бровей, какая версия у вас в фаворите. О чем я вам и говорила, что если вы укладываете брови до тона, то гель будет прозрачным до конца своей жизни. И никакой белый налет вас поджидать не будет. Да-да, я знаю, куда вы смотрите. Ботя! Тебе удобно-то? Ты, макочка, спишь? Мы тут подглядываем за тобой. Продолжаем наносить макияж. Ледис, угадываем, какой тональный крем мне подошел и понравился. Вивенцеба выпустил аж 4 новых тональных крема. Прости, а 4-й? Ветром надуло, как говорится, только сейчас. Буквально сегодня на Валберис забрала тональный крем, который завершает эту четверку стихий. О чем это я? У нас здесь 4 стихии. Ориентируемся по цвету. Синенький океан, стихия воды, и это увлажняющая тональная основа. Терра, стихия земли, и это матовая тональная основа. Флам, стихия огня, пламя. И это блюрящая тональная основа. Ну, блюр-эффект написано. А, еще с SPF точно. Вот, чтобы запомнить, да, солнышко, жарко, огонь. Это вот с SPF тон. И с опозданием, но все-таки прибыла стихия воздуха. Ариен, воздушный. Тональная основа с естественным покрытием. Я успела все протестировать, кроме вот запоздалого. Его я протестирую чуть позже, стихию воздух, и поделюсь своим мнением в своем телеграм-канале. Мне хватило тут, как говорится, за теста 3 тональных крема. И я протестировала каждый. Проносила в течение дня каждый. Я делала свои предпочтения и ставки на тональный крем с блюр-эффектом. Но вот оказалось все наоборот. То, что я думала, мне не подойдет, мне подошло. И смотрелось просто как люкс. А что говорить? Давайте, давайте я сразу буду наносить тональный крем и по порядку о каждом двух словах. А спонж-то прижился! Это гигантский спонж от... Что там у нас? Эссенс? Пошла спонж мочить. Я выбрала 3 тона в оттенке 01. А вот с блюр-эффектом я выбрала под номером 02. Наношу увлажняющий тональный крем в оттенке 01. Моя кожа комбинированная. И понятно, что у нее есть какой-то момент перестройки на зимнее время. Сейчас моя кожа не капризничает. Но какие-то тональные кремы могут подчеркнуть шевушение, завалиться в поры. То есть, в целом я могу оценить тональный крем кому по большей степени подойдет. Но это лишь мой опыт, мой отзыв, мои вот такие вот впечатления в применении. Поэтому наши мнения могут совпадать или нет. И это абсолютно нормально. Спонж от Эссенс? Ну, это прям палочка-выручалочка для быстрого макияжа. У-у-у! Много нанесла. Я хотела добавить в качестве консилера. Какие у меня предпочтения к тональному крему? Во-первых, чтобы ничего не подчеркивал. Во-вторых, чтобы не закатывался, не забивался в поры. В Т-зоне адекватно себя вел. Не сползал через час-два. И чтобы сходил тональный крем постепенно. То есть, я принимаю естественный блеск в Т-зоне. Но когда он такой натур. Я и забыла, что у меня брови-то уложены. Такая хоп-хоп-хоп. Фигачу. Да не, вроде нормально. Брови на месте. Не в тональном креме. Все три тональных основы, которые я успела протестировать, я их сочетала, комбинировала с пудрами. Как раз новинка от Катрис. Пудра с блюр-эффектом. Я эту пудру применяла с этими тонами. И еще добавляла пудру нюд гармонии. Гармония? Что за гармония? Звучит гармонь. А нюд гармония, да? Не хармония ведь. От Белор Дизайн в оттенке 01. Катрис мы еще вернемся. Там есть и другие новинки от этого бренда. Маленький спойлер. Тональный крем. Тональный крем увлажняющий. Давайте я поближе покажу. Ну, ребят, это кайф. Конечно, нужно припудрить ненужные сияющие участки. Сам тон, он не жирный, не липкий. Усаживается постепенно. Но нужна пудра комбинированной кожи однозначно. Небольшие спойлеры вы уже могли видеть. В моем телеграм-канале там красивые кадры. Что там я выкладывала? А, спарклы лимони. И вот на тех фотографиях в моем телеграм-канале вы спрашиваете, Марина, что у тебя за тон на лице? И я уже сдала все явки и пароли, что на фотографиях у меня там два тональных крема. То есть, два спаркла, два разных макияжа. На одном макияже, в одном макияже у меня тон Vivienne Sabo, вот этот океан. А на другом Catrice. Все три тональных крема я засняла на телефон. То есть, в момент нанесения и после носки. Океан смотрится спустя время, ну прям холено, хорошо. Тональный крем никуда не утек в поры, не убежал. Как раз тот критерий, который меня устраивает, когда тональный крем плавно сходит, в меру блестит. За 500 рублей это хорошо. Мне понравилось. У кого сухая, нормальная, комбинированная кожа, берем. Тоже дал отзыв на матирующую версию. Ребят, нет. Он так жестко отпечатывается. Я не знаю, там столько пудры, чтобы припудриться. Это не та версия, которая вам нужна, если вы хотите матовую устойчивую версию тонального крема. Это не то. Даже пудра этот тон не спасает. А, еще матовая версия может подчеркнуть поры. Издалека, возможно, нормально смотрится. Но если близко посмотреть, там как раз, вот знаете, вот эта клубничка может вылезти. Ненужная, когда поры снаружи подчеркнуты. Поры не украшают, если близко смотреть. После носки на лице этот тон выглядит, ну не айс. Ну прям, ну совсем уставший. Ох. И дополнительно что-то подчеркивает. И на крыльях носа прям бежит, утекает. То есть, если у кого жирная кожа, ну долго этот тон на вас не будет держаться. Ай, вот тут пометочка. Подождите. Матирующая тональная основа. И вот внизу приписка с натуральным матовым финишем. Но все равно, ну нет, нет. Я ставлю, знаете, вот пока из трех, это вот на последнее место. А, там еще воздух у нас. Ну да, попозже его протестирую. Далее идет тон с блюр эффектом. Я его в первую очередь побежала тестировать. Думаю, ой, я такое люблю, чтобы выровнять. У меня пошли флешбеки по поводу блюрящего тона. Он окисляется. В моменте даже нанесения тон желтеет. Но в целом потом подстраивается. Нет у вас желтого лица? Нет, нет, нет. Какого-то блюр эффекта я в этом тоне не заметила. Блюр эффекта больше в увлажняющем тоне. Как-то вот все сглажено, ничего не подчеркнуто. Тон с блюр эффектом нейтральный я к нему отнеслась. Ставлю его пока на второе место. Смотрится нормально, не совсем плохо. Сходит примерно так же, как и матовая версия. Но если уж выбирать, то я выбираю увлажняющую версию. Уже хочется припутриться, конечно, чтобы убрать излишки сияния. Но у нас тут еще есть кремовые продукты. В общем, вы меня поняли. Пишите в комментариях свою любимую версию из этих тонов. А может вам ничего не понравилось. Вот Вивен с собой из последних их новинок. Заход такой хороший, но я не почувствовала разницы глобальной. Что так, это увлажняющий тон, это с блюр эффектом, это матовая версия. Вот увлажняющему ставлю лайк, подписку. Добавлю консилера Стеллари во внешний уголок и во внутренний. Переходим мы плавно к новой коллекции Стеллари. Ой, ну конечно, я уже начиталась ваших отзывов в своем телеграм-канале. Очереди скульптор. Стик 2 в 1. Я еще не тестировала вообще ничего. Только вот открыла упаковки и думаю, вместе с вами будем обозревать такие, знаете, первые впечатления. Новую коллекцию я сначала высматривала. Ездили в магазины, смотрела полки. Думаю, да когда же, консультантов спрашивала. Никто ничего не знает. Думаю, ай ладно, буду высматривать в приложении магнит косметик. И вот она появилась, эта коллекция. Я такая, думаю, закажу я. Закажу просто и буду обозревать уже на месте ее дома. Так вот. Хотела заказать, а фиг там. Только самовывоз. Вот почему так? Я даже не стала ничего вот так вот щупать. Тестеры думаю, не-не-не-не. Первые впечатления будут с вами. Хотя, когда я взяла палетку глиттеров, ну просто хотела посмотреть, что это, что это глиттеры. Я просто вслух такая, это что? 2024 год и нам продают вот это, думаю я. И чтобы вы понимали, вот сразу мне хочется прям вот. Я буду ругать. Да, мне хочется высказаться. А что? А что? Вот извините. Это не хейт, это не хайп. Это мое мнение. И ваше мнение я тоже читала в телеграм-канале. И я потом поняла про что вы. Я сначала такая, не буду воспринимать негативные отзывы по поводу этой коллекции. Ну что? Не-не-не-не. Я думала, не так все плохо. Вот правда. Я думала, ну не, наговаривают люди. Приблизимся. 2024 год. Нам продают вот это. Про упаковку я тоже скажу. Пару слов. Нам продают вот это. Imperial jewels. Драгоценности. Jevels. Я бы прочитала по-немецки. В переводе коллекция называется императорские драгоценности. То есть посвящена коллекция драгоценным камням, роскоши, короне. Корона присутствует. Возвращаясь к палетке глиттеров. Это уже старомодно, как по мне. Да, я буду сейчас в блесках, ну и ладно. Это старомодный, е-мое, сахар. Я понимаю, что глиттер бывает разный. Я думала, что бренды все-таки следят за трендами. Я понимаю, вот такой глиттер. Это красиво и многогранно, и смотрится дорого. 679 рублей. Продавать сахар, вот этот. Я, вы, мы многое прощаем брендам. Какие-то, возможно, там упаковки, наполнения. Ну, как бы на каждый товар найдется свой покупатель. Да, всегда так было и будет. Но я считаю, что бренды иногда наглеют. Для меня драгоценные камни, это вот что-то из этой оперы. Да, здесь глиттер покрупнее. Но зато он многогранный, красивый. Его, возможно, можно куда-то там дополнить. Давайте вот сравним. Это даже сияние какое. О, божечки. Вот это, я понимаю, бриллианты. А вот это? Конечно, здесь размер частичек абсолютно разный. Но сам формат, вот это вот в тренде. Это может пользоваться спросом. Куда-нибудь нанести на какие-то участки. Новый год, все дела. А вот это, это скучно. Это мое мнение. Это уже что-то из прошлого нам тут намешали. 679 рублей. Почти 800 рублей. Это ладно, без скидок, окей. Но все равно. Я что-то начала с глаз, да, вот так вот. Меня бомбило по поводу этой палетки глиттеров. Ну, правда. Ну, все, что угодно туда положите. Но не вот это же. Какие камни, какие переливы. Я вас умоляю. Я пойду руки помою. Стеллари, ничего личного. Вы просто попали под раздачу, под горячую руку. Потому что у меня есть, видимо, эффект вот этот накопительный, что ну, вроде окей. Мне не понравилось, не подошло, но понравится кому-то другому. Но вот это кому понравится? Ребенку 5 лет в садик, возможно, там помазюкать что-нибудь. Бриллианты, камни драгоценные. Ну, можно было тогда сделать, например, палеточку спарклов каких-нибудь, чтобы вот это вот сияло тоже дорого-богато, бриллиантово. Это я сейчас взяла Love Generation. Трендовая, носибельная хотя бы. Ладно, окей, скажите. Вот это не носибельно, но это хотя бы красиво мерцает. И чем вам не камни драгоценные? Это тоже, кстати, Love Generation. А по поводу упаковки поговорим. Ну, я сейчас держу Love Generation, например, упаковку. И вот Stellar. Что там императорское что-то? Настолько в руках держится невесомо. Я молчу про хайлайтер. Это тоже невесомо. Ладно, про качество продукта еще я ничего не говорю, не тестировала. Но вот сама упаковка, даже люкс-визаж тяжелее и надежнее в руках ощущается, чем вот это. Цвет красивый, ё-моё, трендовый, вишенка, венцо. Как раз сейчас бургунди в тренде. Я когда увидела сам стенд, вот эти зарисовки, когда вот только-только спойлеры появились, я такая, ну это же вот должно выстрелить прям в трендово. Но что-то пошло не по плану. И упаковка максимально, она неприятно в руках ощущается. Да дешево, что сказать еще? Вы писали в комментариях, что вот как будто бы упаковка, например, даже от этих же помад, как из перехода. Вот серьезно, я думаю, ну ребят, вы что, ну прям так жестко, что ли? Я не поверила, пока сама не проверила. То есть вот это, это реально смотрится дешево. Знаете, бывают обзоры, люди делают, и вот пытаются максимально вытащить какой-то негатив из косметики, и начнем-то похайпиться. Я такая всегда, ребят, а выжимаем из косметики по максимуму хорошее, чтобы пользоваться, чтобы вы, если что, купили не зря. А здесь вот я уже чувствую, что нас немножко нагнули. Ну по качеству упаковка. Вообще жесть. Палеточка. Цвет упаковки красивый, но это ничего не весит. На упаковке явно сэкономили. Что уж говорить, ну это... У Стеллари классно получается делать локальные новинки. И у них базовая коллекция, и базовые продукты классные. Есть супер прям консилеры, карандаши для глаз, блески, помады. Что там еще? Брови, маркеры. Но вот у них коллекции... Я уже не понимаю, какая коллекция у них самая худшая, самая лучшая. Вот, наверное, самое, что смотрится в этой коллекции более-менее приятно, и держать в руках тоже, это двойной стик. Стик для лица, контуринг и хайлайтер. Сначала посвочим. Продукт идет в универсальном оттенке. По растушевке, по цвету, контуринг добротный. По первым прикосновениям неплохо. Ладно, поехали контурироваться. Сначала подрастушую нос, вдруг продукт начнет фиксироваться. Тут спонжиком еще подрастушую для мягкости. О, ну да, начинает потихоньку залипать контуринг. Но не спешите рисовать все лицо для контуринга. Нанесли в зону затемнения, растушевали. Можно еще спонжиком, да, вот, помогать, чтобы была мягкая тушевка. У хайлайтера нету жирной основы. Тоже постепенно начинает фиксироваться. Попробую все-таки пальцем наносить, чтобы не шлифануть себе эту полосу. И тон, чтобы не снести. Я покупала коллекцию без скидки и стоимость этого стика, двушки, 539 рублей. Я считаю, что вот этот продукт, да, стоит, внимание, цвет контуринга здесь универсальный. То есть это, знаете, как два в одном и бронзер, то есть такая есть небольшая теплинка, и скульптор, чтобы вот как раз нужные участки законтурировать. Этот сахар несчастный, частички, мне кажется, они сейчас везде. Я пытаюсь рассмотреть хайлайтер из стика, и он очень деликатный. То есть такое сияние влажной кожи, каких-то частичек отдельных блесточек я не наблюдаю. Ну, наконец-то, мы дошли до пудры, я уже хочу припудриться. И здесь у нас новая пудра от Influence. Интересно, конечно, они выкатили пудру из линейки Solaris из летней коллекции. Ну, как там коллекция была, подождите. Бултон, он и есть, и еще фиксатор для макияжа. Пудра с SPF предотвращает фотостарение. Формула матирует, выравнивает структуру кожи. Упаковка мне напоминает их матирующую рассыпчатую пудру, которая в базовой коллекции. Посмотрим на ощупь. Ой, капец, она сгладила руку. То есть, смотрите, рельеф кожи здесь, на половине руки. И где я пудру растушевала? Я думаю, что в макияже это будет вообще пушка-бомба. Беру спонжик и в Т-зоне я пройдусь пуховкой. Пушка-бомба не получилась. Я впервые такое вижу, вы посмотрите. То есть, пудра запала вместе с тоном в поры. Это такое бывает? Мне это крайне не нравится, мягко сказать, что делать. Так, блеск пудра убрала. То есть, если смотреть вот, до и после. А что с носом-то? Так, подождите, давайте я проверю на другой стороне пудру Катрис. Пудра Катрис пахнет какой-то кондитеркой, ванилью, что ли. Вот, пожалуйста, здесь такого нет. А здесь вот такое макобесие получилось. Даже так видно, смотрите. Вот вам ожидание и реальность. Хотя, по сводчу на руке, ну, пудра очень себя хорошо показала. Мне надо это смыть срочно. Возвращаю это на место. Беру пудру Катрис. Что-то пока нет желания у меня припудриваться пудрой новой. Ну вот, пожалуйста. Вот. Пудрой Influence припудрить хотя бы лоб. Но, как говорится, зачем нам одно без другого, если на порах эта пудра смотрится... Как бы слово-то подобрать какое? Мягко сказать, ужасно. Эта пудра хорошо убирает излишний блеск, сглаживает рельеф, но с порами... Ноу-ноу. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то контуринг у меня немножко тут погас. Папа прислал видеооткрытку. Музыкальная пауза. Та-та-та-та. Продолжаем. Пудра Influence. Мне обошлось примерно 800 рублей на Валберис. Я, конечно, еще разик, возможно, ее попробую, но чтобы еще дать шанс протестить, потому что это был первый затест, и не очень он был. Я к тебе вернусь, поговорим. У нас дальше по плану сухие продукты. Это хайлайтер из новой коллекции Stellar, и также мульти-бронзер от Luxe Visage. Начну с бронзера Luxe Visage. Внутри, кстати, красивый, как розочка. Беру пушистую кисть. Это у меня, кстати, бренд Noage. Неплохо. Она ущуп, если. Ну, бронзер на то и бронзер, чтобы придать свежести, слегка загара. Вы только посмотрите, как красиво сияет. Дорого-богато. Мне нравится текстура. Мне нравится, как зашлифовывается. Слышала хорошие отзывы на этот бронзер. Думала, вот, надо попробовать. И, наконец-то. На лето идеально. Ну и в целом, чтобы быть немножко свежее этой зимой. Вот, да. Можно добавлять. Прям вот-вот. Большие пушистые кисточки. По всему лицу чуть-чуть. Иногда что-то заказывал в Золотом Яблоке. И как раз туда попал этот бронзер. В мой заказ в 400 рублей обошелся этот бронзер. Я думаю, и на маркетплейсах также вы найдете. Сияние от кремового хайлайтера. И от бронзера легкое имеется. Такое натуральное. Ну, что нам не бахнуть? Ты ничего не весишь. Вот после бронзера даже Luxe Visage. Бриллиант. Я еще не тестила. Но в целом, Стеллари всегда выпускают в коллекциях мощные хайлайтеры. Ну, это да. На ровне, как тени. Ну, вы посмотрите на пигмент, на частички, как сияет. Кисточкой я такое боюсь набирать. Давайте я попробую. Это блестки. Это отдельные блестки. Попробую пальцем слегка. Имейте в виду, что цветная подложка имеется у хайлайтера. То есть, она такая персиковая, бежевая, теплая. То есть, здесь не просто блестки на прозрачной базе. Нет. Ох, это что-то мне не очень. Подождите. Но такое чувство, что у меня тени осыпались. Везде по чуть-чуть добавлю. Прямо отдельные блестки видны. Видите, да? Вон. Нет, это не мое. Хайлайтер 539 рублей. 500 рублей это бюджет для продукта. Я думаю, это можно использовать навеки. Это будет красиво. Возможно, на каких-то больших скидках там за 300 рублей можно взять. Мне румян не хватает. Я думаю, что не хватает румян? Возьму румяна эстрад в оттенке 206. Сегодня все сияющее. Кстати, у меня есть шорс. Сравнение этих румян с румянами Селены Гомес. Это которые у нее сияющие. И в моем телеграм-канале также можете найти фотопост. И да, они похожи. Так ведь не скажешь на вид. Вот Селена, например, Гомес. И вот эти румяна. А вот я разгадала тайну аналога люкса. Дальше по плану на что? Макияж глаз. Из императорской коллекции у нас есть вот такая многогранная палетка. Сразу хочу отметить, какие цвета мне здесь нравятся. Вот этот спаркл. Вот этот. Вот это шикардосно. Ох, какой черный с блесками. И винцо. О! То есть вот эти оттенки вот прям зачет. И я хочу их сегодня миксовать, сочетать, что-то сделать в вот этой гамме. Ммм. Если оценивать всю палитру оттенков, здесь смотрите, в чем еще отличие. Вот этот зеленый, дуохромный цвет жука, он будет более такой маслянистый, чем его вот эти соседи. Вероятность того, что он скатается, есть. Вот она насмотренность, как говорится. А давайте, да, я нанесу, потом спрошу, где что. Найди 10 отличий. Показываю еще поближе, нагляднее. Не буду вас долго томить. Вот этот оттенок ближе ко мне, который. Это оттенок из палетки Стеллари. Вот он. Спаркл. А сверху это Лимони. Спаркл Лимони. Это как раз в них новые оттеночки еще появились. Оттенки 14. Вот он сверху. Различия только в текстуре. У Стеллари более такая она жесткая. Немножко ощущаются хлопья у Стеллари. А у Лимони более такая мягкая текстура. Нежирная. Она вот прям обволакивает века. Мне нравится такое влажное сияние. На бежево-персиковой базе. Такие прохладные нотки. Голубые. Ну, ааа, красиво. Так, это Стеллари. Это Лимони. Под номером 14. Лимони сколько стоит? Почти тысячу. Здесь палетка. А палетка сколько? Палетка 1200. Без скидок. Палетка будет поинтереснее. Только вот сама упаковка вообще не радует. Это, наверное, самая худшая упаковка у Стеллари. Если сравнить все предыдущие коллекции, то это самая худшая упаковка у Стеллари. У палетки теней. Вот знаете, я была раньше из тех, кто особо не обращала внимания на упаковку. Ну, я понимала, что бюджетная косметика, ну, что там ожидать? Золотую какую-то коробку, бензеля, что там нам могут дать? Ну, бюджетную косметику в бюджетной упаковке. Тысячу рублей за продукт. Как-то хочется, чтобы тактильно вот это ощущение было приятное. Название быстро не стиралось. Чтобы упаковка через месяц не была такая, как будто побитая жизнью уже и 5 лет. А хотя она пролежала всего месяц в косметичке. Ну, вы поняли, да? К чему я веду? А то, что сейчас мне важна эстетика упаковки. Ну, это приятный бонус будет, конечно, что там за 1000 рублей, за один продукт, я получаю еще надежный пластик, красивое оформление. Начну я с карандаша для губ, а буду я использовать один оттенок для глаз. А почему бы и нет, да? Не взять карандаш и использовать его для глаз. Я вся в блесках. Карандаши в дереве комфортные, мягкие. Второй оттенок будет потеплее. То есть нам здесь дали и холодный оттенок, и теплый. Беру карандаш под номером 1 и начинаю выстраивать растушеванную стрелку во внешнем уголке. Активно наношу цвет у ресничного края. Карандаш в дереве, поэтому я не волнуюсь, что он зафиксируется. И дальше уже плоской кисточкой я растушевываю границы и вывожу стрелочку. Немножко наслаиваю. Карандаши в дереве, что для глаз, что и для губ, подходят для создания растушеванной стрелки. Только это нужно зафиксировать, потому что это не стойка. Далее я беру бордовый оттенок, фиксирую карандаш. Начинаю от внутреннего уголка. Отдала цвет во внутренний уголок. И остатками уже подтушевываю складку века. И за счет теней сейчас смотрите, как цвет карандаша усилился. Стал такой стильно винный. Вот этот винный оттенок хорошо бы еще раскрылся на подложке в виде матовых жидких теней. Сейчас я тушую просто на консиллере, на припудренном консиллере. И вот что из этого получается. Не зря же нам положили такие светлые матовые оттенки. Давайте молочным. Я слегка заглажу тушевку. Дальше я набираю фиолетовый оттенок. Кстати, он походу дуохромит. Да, я вижу из фиолетов золотистый. Попробую пока без кисточки. Наношу этот оттенок во внешний уголок. Центр не трогаю. Также добавляю от начала внутреннего уголка. Напоминаю, что центр не трогаю. Походу фиолетового есть еще небольшая серая база. Ну и центр, конечно же, оставила для сияния максимального. Сияшки здесь лучше так пальцем подрастирать. На ощупь этот спаркл по текстуре похож на спаркл лимонии. Это у меня просто в домике. Я так заказала на Вауберис, даже не подумала. А что это спаркл лимонии стоит дешевле? Да, 600 рублей. Если у вас есть магнитная палетка, можно покупать вот так отдельно. И номер 13 от лимонии схож по текстуре со спарклом из палетки Стеллари. Но по оттенку вот этот схож с оттенком 14. Вот. Этот спаркл переносится именно блестками. При электрическом освещении, когда, знаете, приглушенный свет, лампочка на потолке, это будет просто мерцать. Я сейчас сходила, специально посмотрела, как это выглядит на телефоне. Если я тут брала несколько оттенков, то там все вот просто блестки, мерцает. Если хочется более однородного сияния, давайте я возьму липкую базу. Попробую от Бернович здесь использовать. Немножко на слою в центр. Набираю тот же оттенок. Уже более плотнее оттенок смотрится. Не, лимонии проще. Там просто нанес без всякой базы и все. И смотрится дорого-богато. Смотрю, какие оттенки мне хочется добавить, чтобы помиксовать. И чтобы это было элегантно, насибельно, с изюминкой. Ммм, а чтобы не попробовать карандаш гелевый от Диваж. Коричневый, сияющий, под номером 06. Карандаш быстро фиксируется, поэтому я прям нанесла и пальцем вот так вот хова подрастушевала и все. Чуть-чуть вишневой дымки добавлю по нижнему веку. Пудрой от Белор Дизайн в оттенке 01 я подчищаю нижнюю часть стрелки. Во внутренний уголок нам либо мощную сияшку, либо поспокойнее. Ой, нет, это золото какое-то такое. Под старину, кстати, подходит. Хайлайтер ведь точно как вариант. Чуть-чуть я добавлю черного. Это, возможно, как графит будет выглядеть. О, да нет, хорошо. Хорошо перекрыла свою тут всю стрелу. Оттенок пигментирован. Я прям чуть-чуть тут задела. И еще остатками на кисточке я вот так вот делаю во внутреннем уголке, чтобы слегка затемнилось и вверху, и внизу навеки. Вивен с собой не знает, как нас завлечь к своей туши. Сколько выходит новинок. Я не успеваю. И всегда ли это нужно? Ну да, был у них хайп по поводу туши. Лэш Экстаз. Ну тушь-то неплохая. В целом, вот розовая я иногда пользуюсь. Зайчики, кролики, птички, собачки. Но это ладно, а что внутри? В формате шортс есть видео за тест этих тушей. Этикетки сняла. Что, для чего тут туши? Подождите. Я сейчас листаю свой телеграм-канал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, серьезно, там столько всего полезного, интересного. У меня бывает такое чувство, что я больше веду телеграм-канал, а не ютуб-канал. Потому что столько всего нужно успевать тоже и тестировать, снимать, выкладывать в телеграм-канале. Поэтому я там прям активно выкладываю интересные посты. Да и просто там у нас хорошее настроение. Просто для души. Подписывайтесь. Да, в телеграме у меня есть целый пост. Как смотрятся эти туши на ресницах. Формат щеточек. С котиками это эффект подкручивания и объема. С собачкой это эффект разделения и удлинения. И с кроликом это влагостойкая тушь с эффектом объема. Почти все не обещают объем. Мой фаворит из этих трех тушей по эффекту это тушь с кроликами. Сразу скажу, щеточка тут какой-то динозавр. Вы еще назвали крокодил. Вы только посмотрите. Далеко не все щеточки мне у Vivienne с собой нравятся. Они бывают колючие. С кроликами нужно подлезть просто поудобнее. А так это тушь. А так это тушь влагостойкая и которая дает реально объем. Да, она смывается если что теплой водой. И из всех трех тушей эта тушь меня порадовала по эффекту. Очень даже неплохо по объему. Видно ли из-за растушеванной стрелки. Вот давайте вот так бочком. Но вот туши с котиком и собачкой для меня схожи по эффекту. Но все же это не мой фаворит. Прям из всех-всех тушей, которые у меня есть в ассортименте. Вот если мне нужно быстро будет накрасить глаза тушью. Ну как я вот этой буду быстро красить. Мне нужно там подстроиться, подлезть. Ну а так если никуда не спешить, то нормально. Можно прокрасить, получить все-таки объем и тушь влагостойкую. Которая смывается теплой водой. Иногда я в видео говорю, что важно не оформление, а наполнение. Всегда ли это работает, да? Рассмотрим макияж глаз поближе. Блестки при нанесении могут слегка осыпаться. Поэтому можно сделать сначала макияж глаз, а потом макияж лица. Я старалась максимально аккуратно все наносить. Спаркл, который мне понравился, он правда неплохой. Но его лучше тогда наносить на какую-то липкую основу. Но тоже вот если много нанести, может сложиться ощущение, как будто века слегка скомковалась. Вот здесь как будто хлопья так собрались в один большой кусок. То, что тут я наслаивала еще на липкую базу. Та-ра-та-та! У нас тут еще претендент на обзор. Vivienne Sabo выпустил две палетки. Я заказала не винную, не бордовую раскладку, а вот такую. Слышала, что спарклы здесь прекрасные. Надо будет тестировать. А возможно еще и винную захочу. Напишите, у кого есть винная раскладка Vivienne Sabo в палеточке. Может мне не надо, а может надо. Может мне достаточно этой раскладки будет. Это все будет в будущих видео. Я думаю, что-то я хотела. Что я сразу-то не распаковала. А это новая подводка от Influence Beauty. Фанаты Гарри Поттера просто ликуйте. Ну это что за палочка волшебная? Еще и в коробочке идет. Ну мы требуем продолжения банкета. Уж начали с такой палочки. Давайте что-нибудь еще. Что-то из тематики Гарри Поттера. Как раз сейчас такой вайб. Что там говорится? Лемиосус. Вингардиум Левиоса. А что это значит? Я не знаю. Это значит, что можно поднять объект над землей и перемещать его в нужном направлении. Мы рисовать стрелки будем. Тут у нас вайб такой. Подводку приятно держать в руках. Вот это да. Кисточка. Это мы любим. Спасибо, что тут есть кисточка. Вот не припомню, была ли подводка у Influence Beauty с кисточкой. С фетром точно есть. А вот с кисточкой писать удобно. А вот стрелы рисовать. Кстати, да, можно так вот палец положить, как на ручку. Блин, когда накрашенные ресницы, не особо удобно уже рисовать стрелки. Но я добавлю чуть-чуть. Подводка называется Манипула. Она еще и стойкая. От воды не потечет. Подводка мне обошлась в 707 рублей. Я ее вот только увидела на Ваубере. Сразу заказала. Возможно, еще где-то появится. В Золотом Яблоке. Мне подводка понравилась. Оформление, наполнение. Еще бы была бы такая же в коричневом цвете. Фанатам Гарри Поттера однозначно надо. А возможно, на подарок своей подружке, которая фанатеет от Гарри Поттера. Потому что вот идет все в коробочке. Можно красиво оформить. Вот такую коллекцию ведь можно было выпустить, посвященную Гарри Поттеру. Мечтать не вредно. Переходим к макияжу губ. И здесь... Ооо, ну подождите, надо разобраться. Много новинок. Во-первых, новая коллекция Стеллари. Во-вторых, новые блески от Инфлюенс Бьюти. И в-третьих, новые оттенки помад-бальзамов тоже от Инфлюенс. Начнем со Стеллари и их помад. Ну да, повторюсь тут над упаковкой. Вообще не заморачивались. Хотя, если читать описание коллекции, она вдохновлена драгоценностями, натуральными редкими камнями, предметами ювелирного искусства. А также ощущением запредельного богатства, которое их окружает. У меня истерика сейчас будет. Запредельное богатство. Не, я не стебусь. А может и стебусь, не знаю. Зачем просто столько обещать? Запредельное богатство, глядя на эту упаковку. Все. Я, все, я высказалась по поводу упаковки. Все, хватит. Невероятные полупрозрачные бальзамы для губ. С легким эффектом тинта в виде камня тигровый глаз. Бальзам тинта реагирует на PH ваших губ и превращается в один из тысяч оттенков розового. Как здесь написано в описании. Спойлер, я видела. Наполнение здесь должно быть красивым. Ну, красиво, красиво. Ну, почему упаковка такая? Ладно, все, проехали. И второй номер. О, вот это роскошь. Вот это красиво. Давайте попробую второй номер. Без карандаша? Просто? Нет, давайте с карандашом. Че? Я, походу, перепутала колпачки. Первый оттенок вроде был темнее. Более теплым оттенком 02 рисую контур. Карандаши кайфовые. Наношу тинт-бальзам в оттенке 02. Пахнет приятно. Ну, текстура здесь такая жестковатая. Возможно, неплохо, но, как показывает практика, я в жизни такие тинты барби цвета не ношу. И бальзам такой, знаете, не очень приятно смыкать губы. Просто такое чувство, что они немножко склеиваются. Как будто бальзам начинает густеть. Неприятно ощущается. Спасибо, нам этого не надо. Обойдемся. Я даже первый пробовать не буду. Мимо меня. И по упаковке, и по ощущениям продукта на губах. Нет. Карандаши для губ Стеллари умеют делать. В базовой коллекции вы найдете на любой вкус оттенки. Ну, и эти также карандаши хороши. Но мой фаворит, конечно же, это 09 оттенок из базовой коллекции. О, подождите, у меня тут есть еще бальзам. То есть, вот этот бриллиант на карандаше для губ. Ну, так. А вот бриллиант в крышке, вот это вот красиво. Попробуем без карандаша. После бальзама тинта, как приятно. Я выбрала оттенок, а какой ее парсете. Я сняла пленку. И здесь ни срока годности, ни названия оттенка. Ничего. Вообще. Спасибо, человек остался точно. Блеск в оттенке 0.1. 499 рублей. Бальзам тинт 529. Дороже, чем вот это? Вот это дороже, чем вот это. Выбор очевиден. Блеск, да. Блеск приятен. На очереди Influence Beauty. Это Gloss X Extra Shine Gel Gloss. На затест я заказала два оттенка. Пахнет вкусно. Это оттенок 0.8 и оттенок 10. И еще раз. Оттенок 8 и оттенок 10. То есть, я выбрала похолоднее. Оттенок 8 и более теплый. Оттенок 10. Скорее всего, я такое бы носила с карандашом. Поэтому давайте я беру карандаш. Беру второй оттенок из люмитки. Это оттенок 8. Да ладно. Найди 10 отличий. Надеюсь, вам будет так нагляднее. Ребят, это же, ну, это такое попадание. У меня еще оказались те оттенки, с которыми схожи продукты. Мои любимчики. Это пламперы для губ Vivienne Sabo. Здесь даже кисточка одинаковая. Вот серьезно. Вот смотрите. Ну, кисточки точно в один в один. И так же не запихиваются. Смотрите, первая подборка. Пойдем сверху. В это Vivienne Sabo и это Influence Beauty. Нашла два схожих оттенка, но они реально схожи. Оттенок Vivienne Sabo 0.1 и оттенок Influence Beauty 0.8. Далее подборка. Ну, это прям схожесть максимальная. Vivienne Sabo оттенок 0.4. Инфлюенс Beauty оттенок 0.4. Инфлюенс Бьюти оттенок 10. Различие здесь одно. Vivienne Sabo это плампер, который жжет. И мне эффект плампинга нравится. Он работает у Vivienne Sabo. Но, кому не нравится этот эффект, вот чтобы губы просто поджаривались от этого плампинга. Вот, пожалуйста, Influence Beauty. Ну, как говорится, далеко ходить не надо. Vivienne Sabo дайте рецепт. Мы просто плампинг уберем. А да, пожалуйста, Надя, возьмите вот-вот-вот-вот в котел вам. Так, видимо, это было. На губах эффект максимально схожий. Просто без плампинга. Это шикарно смотрится на губах. Ощущается тоже приятно. Нету чувства, что у вас где-то что-то подтекает. Потому что кажется, что в лес такой зеркальный, влажный. Прям утекает с губ. Но нет, все на месте. Но, кому не хватает, как мне, верхней губы, я наношу Vivienne Sabo. Реальная рабочая вещь. В плане не хватает объема, например, верхней губы. Хотя здесь без плампинга тоже неплохо. За счет вот этого глянца губы выглядят сочно и объемно. Давайте пробовать следующую подборку. Как раз это оттенок Influence Beauty 10. Вот, пожалуйста. Как раз мой фаворит. Это оттенок 04. И это должен быть аналог его. В тюбике даже схожее. У меня руку уже поджигает. Уже, видите, покраснела рука. Вопросов нет. Надо брать. По стоимости 366 рублей в золотом яблоке. Сок. Контур обозначила. И у нас еще остался на затест новый оттенок бальзама. Я выбрала в оттенке 10. Я не прогадала. Это как раз то, что сейчас нужно. Много не надо наносить. Не бросим. Я уже тестировала вот эти бальзамы от Influence. С ними лучше не перебарщивать. Потому что чувство будет, что утекает и в рот, и за контур. Текстура такая очень влажненькая. Я знаю, что вот этого цветного бальзама есть фанаты. Но тут уже вы выбираете сами. Я вам показала оттенок 10 на губах. Выглядит в целом достойно. И сочетается с макияжем. И давайте оценим мой сегодняшний макияж поближе. Хотя я думаю, что вы уже все рассмотрели детально. Подытожим, что из сегодняшнего обзора попадает в мою косметичку. Тон Vivienne Sabo Ocean. Стик двойной для контуринга от Stellar. Бронзер Luxe Visage. Тон воздух еще уходит в затест. Пудра Influence Beauty Solaris. Я вообще не знаю, что с ней сделать. Ну, наверное, еще раз протестирую. Палочка Гарри Поттера или подводка от Influence Beauty. Да, попадает в мою косметичку. Карандаши от Stellar. Да. Блески от Influence Beauty Gloss X. Да. Тушь с кроликами из трех претендентов. Я же ее выбрала. В целом, тоже одобряю. Ну, кисточка. Так-то я выберу другую тушь. Вот если руками будут тянуться, то точно не к этой туши, потому что щеточка. Тут нужно аккуратно подлезть. Но как влагостойкая и объемная, да, зачет. В целом, если смотреть на коллекцию Stellar, она пролетает мимо меня. Я вот чувствую, что могут лучше. Вот я фанат их базовых каких-то продуктов, базовой коллекции, которая уже давно на стенде. Да, там есть зачетные продукты. А вот это все для кого? С цветом упаковки так они угадали, постарались. А вот остальное под вопросом. Надеюсь, это видео было для вас развлекательным, а самое главное полезным. Потому что мое мнение, вы можете брать в расчет, но также почитать еще отзывы других пользователей. Например, на эту коллекцию Stellar. Я старалась не смотреть отзывы, спойлеры, чтобы вот не было вот этого предвзятого мнения. Хотя вы мне накидывали в телеграм-канале, когда мы уже спойлеры стенда обсуждали. Вы такие, ой, Марина, это ну такое. Хотя кто-то писал, что вот нравится. Поэтому тут сколько людей, столько и мнений. Обязательно пишите свои отзывы по косметике из сегодняшнего обзора. У кого что есть в косметичке, либо вы присмотрели купить. Ну а я с вами прощаюсь, но ненадолго. Увидимся здесь, на моем ютуб-канале, а также в моем телеграм-канале. Всех люблю, ценю и обнимаю. И всем пока-пока.